Всем привет дорогие друзья, я рад вас приветствовать на канале SayBigPro Сегодня долгожданный Mount & Blade 2 Banner Lord Короче, оттягивал я момент игры в эту игру По разным причинам, но в любом случае, наконец-то этот день настал Я поклонник первой версии Mount & Blade, я в нее достаточно долго играл Много чего я в ней прошел, мне она дико понравилась Но в наше время играть в первую часть не очень прикольно из-за графики Здесь же все иначе, графика лучше, это все-таки вторая часть Возможно что-то улучшили, что-то придумали Не знаю, я понятия не имею Ни один летсплей по этой игре не смотрел, поэтому просто начинаем играть Наконец-то Короче, кто не знаком с этой игрой Здесь ты играешь за персонажа От первого лица, либо от третьего лица, как тебе будет угодно Так, ладно, позже объясню 500 лет Кальдратская империя господствовала на континенте Ее воины разбивали вражеские армии Ее осадные орудия крушили гордые твердыни От северных лесов До южных пустынь Всюду реяли знамена ее легионов Завоевание было жестоким Но мудрецы говорили, что с ним придет и мир Земли, где отгремела война, процветали Однако империи, как и люди, стареют Властители уже не так преданы общему делу Тление и упадок усиливаются Старые враги многому научились Они стали хитрее и умнее И вот однажды Империя рушится, как карточный домик И разгорается всеобщая гражданская война Время ненависти Время страданий И при этом, время отваги и неповиновения Новые правители Родом из других стран И других племен Заявляют о себе Их цель — остановить разрушение И создать новый мир Как долго она говорит, капец На руинах старого Так, чё, сейчас будет, наверное, какое-нибудь обучение Вот, короче Для тех, кто не играл Mountain Blade 1 Играешь за персонажа от первого либо третьего лица Ты можешь нанимать войско Ты можешь захватывать государства, города Можешь, по-моему, их там отстраивать Набирать войско Сражаться огромными толпами 10 на 10 100 на 100 Там 500 на 500 По-моему, даже 1000 на 1000 Лишь бы твой комп справился с такой нагрузкой При захвате замка можно делать всё, что угодно Чтобы он тебе платил дань Захватить, чтобы повесить свой флаг Чтобы это стало твоим государством Короче, на самом деле я играл давно И многих моментов уже не помню Поэтому будем просто изучать вторую часть этой игры Выберите народность персонажа Вландия Так, вот, всякие плюсы и минусы Надо тут прочитать Вландийцы потомки искателей приключений Запада Которые веками жили под властью Империи Пока не создали независимое королевство С упадком имперской власти Они превратились в хорошо организованное феодальное общество Управляемое воинственными благородными лордами Которые предпочитают сражаться на лошадях с копьями и ланцами в руках Плюс 5% к известности за битвы Плюс 15% к доходу при службе в качестве наёмника Плюс 10% к производству в деревнях, связанных с замками Наем лордов в армии требует на 20% больше влияния Стургия Стургийцы – потомки чужеземных племён Северной Кальдарадии Когда империя захватила их холодные леса У них появился рынок сбыта роскошных мехов-животных На которых они издревле охотились Стургийские полководцы стали князьями И приняли бороться за власть с помощью наёмников Севера Которые переселялись в их владения Стургийцы – выносливые путешественники и охотники Привыкшие странствовать на дальние расстояния Как ради торговли, так и ради грабежа Стоимость найма пеших воинов уменьшается на 25% Сплочённость армий снижается на 20% медленнее И ухудшение отношений из-за государственных решений Увеличивается на 20% Имперцы Кальдарадская империя переживает упадок Ещё до подозрительной смерти императора Ареника Это когда-то единое государство уже разрывало политическая вражда Сегодня многие фракции ведут открытую войну Тем не менее Кальрадия жива Имперские полководцы признаны мастера обороны И это позволяет гарнизонам городов сдерживать врага у стен Пока не подоспеют основные мобильные силы И не отгонят обнаглевших соседей Затраты на гарнизоны уменьшаются на 20% Плюс 25% к влиянию получаемому за нахождение в армии Но число деревенских домов растёт на 20% медленнее Окей Султан Так это всё? Да, это наверное все Султанат Асераев Как имя отчество? Как имя фамилия звучит? Асераи живут в пустыне Нахаза Среди них есть кочевники-бедуины и оседлые фермеры оазисов Они знаменитым мастерством наездников И богатым собранием знаний со всего мира Особенно в области медицины Всю эту информацию они смогли собрать Потому что живут на самых доходных торговых путях всего континента Каждый клан гордится своими предками И нередко завидует другим Но когда народ Асераев объединяет достойный правитель Они становятся величайшей силой южных земель Уменьшает на 30% стоимость создания караванов Снижение торгового штрафа на 10% Нет штрафа на скорость передвижения в пустыне Ежедневные затраты на содержание воинов в отряде увеличиваются на 5% Ну, что-то более-менее такое, по-моему Хузаицкое ханство Степные племена Хузаицкого союза Раньше вели кочевой образ жизни Но недавно они осели на восточной границе империи И медленно превращаются в общество земледельцев с городскими центрами Несмотря на то, что все еще соблюдают некоторые обычаи прежний кочевой народ В том числе традиционную ловкость в обращении с лошадьми Их конные лучники прекрасно обучены тактике набегов на армию противника Стоимость найма и улучшения конных воинов уменьшается на 10% Прирост лошадей, мулов, коров и овец в деревнях хузаитов повышается на 25% Налоговые поступления из городов снижаются на 20% И Батания Батанцы еще помнят те времена, когда вся северная Кальрадия была покрыта лесами А империя с ее городами еще не нарушила их первозданную красоту Эти грозные воины сохраняют верность традициям Они раскрашивают лица, когда идут на войну А их благородные лорды предпочитают сражаться в пешем строю И используют огромные топоры и смертоносные двуручные мечи Минус 50% от штрафа на скорость передвижения И плюс 15% к радиусу обзора в лесах Плюс 1 к набору ополчения в городах, подконтрольных Батанским правителям Скорость строительства городских проектов в поселениях снижается на 10% Понятия не имею кого выбрать Вообще нет Либо Вландия, либо Султанат Асираев, либо Батания Мне кажется так Тут ухудшение отношений Такое себе тоже Число деревенских домов растет на 20% медленнее Тут налоговые поступления Тут строительство городских проектов Не такое быстрое Ежедневные затраты увеличиваются Наем лордов в армии требует на 20% больше влияния Ладно Давай попробую Завландию Кер с ним Просто попробую Не знаю, понятия не имею Так, нужно выбрать своего персонажа Долго опять выбирать не буду Все Да пойдет какой-нибудь Рост буду высоким, капец Вес Ну, не совсем толстым, наверное Вот таким буду Здоровым чуваком Белым Все, надо только лицо поменять Так, тип лица Просто, наверное, другой изменю А что они все одинаковые А, это тип кожи Ёптать медь Случайный порядок Случайный выбор для всего Ну, они все плюс-минус одинаковые По-моему, нет Вот такой буду Такой здоровый Такой Вот так вот Да Вот так побольше Нос Переносится Че делается А А Переносится Ага Не, ну это дофига Вот так Так, короче Много здесь можно настраивать Так, показать одежду Ага Так, причесом Сейчас быстренько выберем Так Ну, слушай, тут Ну так, выбор Это че вообще, говорится Это вообще кто Ааа Нет, вообще нет Ааа Тут нужен вот Че-то типа Емеля такой, понимаешь Вот с таким С тупым взглядом Таким Ааа Массивным Мощным Лицом Так И че-нибудь там Ммм Нет Вот, че-нибудь такое заросшее Наверное, надо Ааа Ммм Ням-ням-ням Нет 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 Вот такой пусть будет Вот такая борода Все Все Погнали Че, выберите семья Серьезно Аа Приближенные барона Городские торговцы Мелкие фермеры Городские кузнецы Охотники Наемники Ну пусть будут охотники Че это Это че, хитрость А, вот у них по-разному, да Охотники Значит, есть че А, контроль Какая-то хитрость Плюсы какие-то, да Разведка Арбалет А, мне это нужно вообще Езда верхом Древковая А, неплохо Так, торговцы Торговля Обаяния Арбалет Двуручное Кузнечное дело Разведка Арбалет Мошенничество Арбалет Не, давай кузнецы Двуручка Плюс будет к двуручке Вот так Вот так я решил Чего? Раннее детство Ёптать медь Лидерство Тактика Двуручная Метательная А, отличичность Лук Инженерное дело Торговля Обаяние Лидерства Так, да Двуручку Чисто воин А почему Это что? Это женщина По-моему Маленькая девочка А, отрочество Как и все деревенские дети Вы помогали Работая в поле Кроме того Вы Так, атлетичность Метательства Да вот все Короче Работал я Кузнец Все Прям До мозга костей Выберите Ранняя юность Да Ёптать медь Нет А где Двуручка А они тут В ручке Да Хотят Чтобы я Что-то Дополнительное Выбрал Че я сделал Обучался Пехотному делу Вот так будет Я прям Воин-воин Буду Вообще Прям Так Че Фига Я себе Энергию прокачал Прежде чем Ступить на путь Приключений Вы Так Микрофон Поплиже Вот так Ага Че Я победил Да не факт Так Так Торговля Древковый Арбалет Мошенничество Но опять Дворук Все Я прям Воин Прям Я серьезно Выберите Прошлое Да что Что ты будешь Делать Да какое еще Прошлое Как это нередко Случается В Кальдаре Жизнь вашей семьи Перевернула войну А перевернула война Дом был разорен Армиями Которые Проходили мимо В конце концов Вы продали все имущество И решили переехать Более в запасный Матерью, старшим братом А младшим братом А сестрой Путевые остановились В гостинице На которой напали налетчики Ваших родителей Убили Младших детей Похитили Но вам с братом Удалось спастись Потому что вы Ёптать медь Когда это закончится Потому что я Мне бы вот на самом деле Интеллект качнуть Но видимо уже поздновато Справились с одним Из бандитов Отогнали бандитов Градом стрел Ускакали на быстрой лошади Обманули бандитов Организовали побег Постояльцев Тут что-то я Затрудняюсь Ладно Вот так Плюс энергия Буду дохера энергичным Так Выберите свое имя Мировик Пусть будет так Мировик Все Бла-бла-бла Все выбрано Далее Предустановленная Сложность Что Какой фрибустер Очень легко Ну пусть пока 25% Будет Урон получаемый Так Это все Так Вероятной смерти Члена клана в бою Меньше на 100% Смерть героев в битвах Отключить А в том числе Смерть умения Членов клана Железная воля Че это? В режиме Железная Валя Валя Брат Мы уже 3 дня Выслеживаем этих мерзавцев Кажется мы их догоняем Пора обдумать Что будем делать Когда это случится Как нам спасти Варика и Альду Мы что Будем сражаться? Похоже Это старая Тренировочная площадка Для легионов Пожалуй Мы могли бы Оточить тут Боевые навыки Когда Встретимся с налетчиками Это точно пригодится Хочу пройти курс Давай Какой брат маленький И какой здоровый Так Продвинутое обучение Копье Че обучение Двигаться Подвигался Давай быстренько пробежимся Так Че дальше? Ну это я помню Блок направо А Войти в тренировочную Комнату Так На шифт Приближение Какое-то Ага Че могу взять? Не надо Хе-хе-хе Жди А че делать? Так Эээ Чего? Кью И Выберите оружие Для начала тренировки А как? А вот Че это я нажал? Тихо Закройся Эф Ага Все отлично Хорош Хорош Это мы начали Защищаться Влево Я че-то не понимаю Че делать-то Ага Хорош Понял Курил Ну нажал же вниз Ты че? Алло Не понимаю На тебе Хо-хо А че сделать-то Вниз Не понимаю А Вначале вниз И вот так блок нажать А Атакуйте слева Так Справа Так Слева А сверху Ладно Вот так Снизу Вот так Блок Так Отлично Выберите другое оружие Или другую площадку А че все? Тут все? Ну да Наверное Еще раз Ага Вот так Хорош Хорош Я лучший Слева Справа Сверху Снизу Опа Ладно Че дальше? Куда сюда? Погнали Спарринг Выбрать Че дальше? Инструктор Победите инструктора Новичка Так Это дву рук Хорош 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 Право Хорош 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 Ай Сука Не то нажал Все? Да Видимо Все Так А Ветерана Победить По башке Хорош Тихо Не успел Пошел Нахер Сука Задрал Меня Бить Слышь Петух Сейчас Я тебя Буду Кутозить Тихо Тихо Отлично Все Погнали Я молодец Кто молодец? Я молодец Чуть копье Какое-то Ну это Типа Сейчас Другим Оружием Надо Или Че? Так Новичок От Новичка Можно Видимо Не защищаться Даже Просто Его Долбить А Тут Только Сверху Или Снизу Да Так Так Отлично Так Ну теперь Вот этот Жесткий Перец Хе-хе-хе Малабешник Тыкает Аккуратненько Прикольно Так Так Тихо Блок Блок Сука Ладно Так Тихо Оба Промахнулись Так Нифига Он так Упрёт Капец Сука Ну Нормально И так Дерётся Не даёт Даже Врезать Сука Надо ждать Когда он Делает Паузу Да Сука Заколебал Да Сука Заколебал На Сука На Сука На Сука Заколебал Он Промахнулся Хорош Наконец Так Чё Теперь А Я мог Здесь Не сражаться Ёптать Медь А куда Бегать Бегать Никуда Плохо Так Ладно Дальше Пойдём Да Сегодня Видимо Будет Выпуск По Обучению Здрасте Так Езда Верховая Так Копьё Взял Чё дальше На лошадку Сесть Ага Так Если нажать Р Ага Всё Первое От первого лица И от второго Пипиписец Ладно Да ёптать Удерживать Наверное Да ёптать Медь Наконец То Ура Хорош Да ёптать Медь Нормально Хорош А где Какой Прицел Куда Целиться Да ёптать Я не Понимаю Сука Такого Лоха Взяли Точнее Сам Конечно Обучаюсь Да ёптать Медь Да ёптать Как Как он Непонятно Бьёт Этим Копьём Ну так Понятно Изи А это Правая Клавиша Мыши Была Окей А куда Направлять Непонятно Так Наверное В центр Всё-таки Да ёптать Медь Полоса препятствий Пройдена На 100 Штрафом 13 Нажмите С Чтобы Залезть Ещё раз Надо пройти Или что С мечом С луком Так На Z Слезть Окей Так Лук Меня интересует Так И это всё На лошади Окей Я так-то Луку ещё Не обучался Если чё Вдруг Так Ну это Наверное Изи Прям будет Главное Фокусировать А Цели Посложнее Ну конечно Нормально Нормально С копьём Тяжелее Было Сука Не попал Лошадь Врезалась Надо Бежать Надо Бежать Да ёптать Медь Нормально Попал Хорош Главное Цели По моему Поразить Хорош Изичное Вообще Прям Хорош Да Кстати Если тебе Неинтересно Обучение Можешь Перелистать Перевернуть Как сказать Перемотать Точно Ну возможно Если ты перемотаешь То будет уже Конец игры Потому что Обучение Реально Тут долгое Ну и чё Будет следующий выпуск В эту игру Я точно Буду играть Я максимально Уверен Что она Охеренная Потому что Если 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 первая Была Охеренной Но это Стопудово Тоже Ну всё Здесь Хотя бы Всё Поразил Так И с мечом Нужно пройти До зелёненькой Да Вот он Меч Ага Давай Так Конь Ты куда У нас У нас ещё Дела Так Ну мечом Я думаю Будет проще Конечно Изи Катка Вообще Меч Это моё Ага Ну да Это прям С копьём Непонятно было Как она бьёт И куда она бьёт А Тут надо было Вверх Сука Да 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 Понял Изи Всё Разобрался А Сука Не достал Чуть Ну не всегда Аж попадать Тоже Я тут чё Супер Рыцарь Чемпион Турниров Или что Так Вот достал Поближе Немножечко Подъехал И достал Так Тут не достал Да Сука Кривая лошадь Досталась Апа Прям Вплотную Да Надо просто Поближе Подъезжать Типа Прям Практически Вплотную И тогда Нормально Попадает Да ёптать А сейчас Куда я ударил Хорош Вообще Прям Красавчик Так Так Всё Всё Ну не все цели поразил Хрен бы с ним Всё Отлично Спасибо большое Куда Сюда Отлично Так Остаётся Продвинутое обучение Ближнему бою Меч Кстати Вот меч Да Я чё-то не обучил Так Мечи А вот Луку я конечно Уже обучился Стрелы надо А арбалет Ещё Ёптать Попасть по целям Так Окей Ёптать Медь А куда Стрелы-то Летят Это надо Сразу Целиться Нет Короче Вот так Вот так Да Ага Либо успел Либо не успел Да Ну не всегда Конечно Не попадают Но это я понятно Ага Хорош 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 Нормально Вроде как Это приловчился Они не разбиваются Или что Тут повыше Надо чуть-чуть Брать И ничего не Объясняют Да Типа На Дрочись Сам Стреляй Как хочешь Чё-нибудь Делай Как хочешь Вы поразили Все мишени Так Чё прям Чё ещё Остаётся Арбалет Окей Ищут Ротики Так Лук Нет Подожди Лук Во Арбалет Давай Арбалетам Нужно Тоже Научиться Сука Рука Дёрнулась Да Ёптать Чё так плохо Летит Да Надо Тут Прям Значительно Выше Брать Ёптать Ещё Выше Ёпта Ещё И вправо Охренеть Вот это Вот это Непросто Давай 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 Хорош Да Ёптать Медь Наконец-то Наконец-то Так Какие дротики Вот это Дротики Реально Чё такое Дротики Палки Обычные Типа Копия Ага Ещё Выше Брать Понятно Ну да Тут Главное Короче Приловчиться И всё Нормально И всё Понятно Поэтому Это Вообще Конечно Аут Да Ё-моё Так Хорош Да Ё-моё Ещё Выше Да Заколебала Ты Чё-то Чё-то Разбил Наконец-то Ура Так Чё Остаётся Обучение Ближнему Бою Так Видимо Да Чё-то Типа Вот это Так Это Щит Меч Это Чё Двуручный Меч Да Видимо Да Видимо Так Чё Надо Делать Защищаться Хорош 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 Теперь Чё Наносить Слева Справа Сверху Снизу А Ещё раз Сверх Ага И снизу Всё Отлично Так Продвинутые Обучение Ближнему Бою Это Видимо Там Нужно Посражаться Только Взять Меч Куда Сюда Так Видимо Вот этот Хотя Вроде Как Двуручником Дрался Или Нет Не Двуручником Не дрался Точно Ну Всё Давай Чувак Избивашки Просто Буду Бить Наверное Нет Так Не Сработает Нормальная Тема Смотри Заколотил Сейчас Попробую Так же Ветерана Заколотить У него Правда Щит Сука 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 А выходит Это прям Читерская Херня Нормально Двурук Моё Всё Классно Пошёл Нахер Так Всё Вы успешно Закончили Обучение Да Слава Тебе Господи Чё теперь Видимо Подойти к брату Надо Курс Завершён Результат Можно улучшить Нет Спасибо У меня По-моему Идеальный Результат Так Поговорить Какой он Маленький Не пора ли В путь У меня Всё готово Погнали Надо Торопиться Какие-то там Дела Задания Чё Вот она Вот она Карта Понимаешь Вот она Вот она Карта Это Моунтен Блейд Везде Здесь Можно Путешествовать По всей Этой Карте Понимаешь Так Что 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 Пауза Так Нужно Куда-то Ити Вернуться К тренировке Здесь Вы можете Изучить Основу Уехать Дела Подождут У нас Кончается Еда К северу Отсюда Есть Деревня Там Мы можем Запастись Продовольствием И поискать Помощи Ты лучше Держишься В седле Так что Скачи Вперед Так В твею Надо Да Передвижение По кальрадии Добро Пожаловать В кальрадию Вы можете Исследовать Карту Мира Перемещая Камеру Клавишами Бла-бла-бла Менять Угол Обзора Можно С помощью Они Это Неинтересное Приближать Отдалять Камеру С Так С Это Что-то Другое Сейчас Было Попробуйте Сами Так Это Все Понятно Что Левой Клавишей Мыши Сейф Что Сразу Зашел В смысле А Вот Вот И по пути Что-то Может Попасться Вот Нажимаю На паузу И смотрю А Патрулирует У ТВ Владелец Фракция Южная Империя Скорость 4.9 Это Беженцы И это Тоже Беженцы Ладно Продолжаем Так Прогуляться Применить Силу Чего Обучение Посещение Поселений Вы прибыли В ТВ Чтобы осмотреть Это поселение Войдите в него Нажав Подсвеченную Кнопку слева На окно Это понятно Все Ой Пока Прям Вообще Прям Первый Молтон Блейд Только улучшенный Кажется Мы на месте Так что Нам нужна Еда После этого Часть людей Возможно Пойдет с нами Местный Староста Может нам Помочь Надо найти Его Поговорить Со старостой Чтобы увидеть Местонахождение Старосту Удерживайте Клавишу Альт Это ты Что-ли А Вон Вон Староста То есть На альт Это Короче Важные Какие-то Там Люди Персоны Ну Мне Видимо Туда Не знаю А Сбивать Можно В городе Нет Ладно Пусть Будет Так А у меня Еще Ни меча Ничего Нет Вообще Сука Лошадь Сама Не Тормозит Я На мир Смотрю На Графику Ну Конечно Не Топчик Но Игра Вышла Не Вчера Какого Она Там Года 17 18 По Моему Капец Я Только До Нее Добрался Ужас Какой-то Так Все Сюда Видимо По Всем Вопрос Поможет Староста Тормозит Лошадь Очень Долго З Отлично Так Ты Кто Ты Никто Староста Сельский Известный Человек Писарь Староста Меня зовут Орхос Я Староста Этой Деревни Что Привело Вас Сюда Так Мне Что Там Надо Ага Тоже Захватили Так Они На Север Погнались Что Там Поговорить Выход Из Текущей Области Чтобы Покинуть Текущее Задание Удерживайте Тап О Так Быстро И Просто А Че Я Ничего Не Купил А Вот Купить Товары Наем Воинов Так Давай Вначале Это Че Надо Вообще А Тут Ничего Нет А Зерно Моргает Цена 37 Давай Пока Так Не знаю Так Нанять Воинов Че У нас Есть Воин Старосты А Они Все Одинаковые Давай Нанять Всех Вот Так Вот Хорошо Значит Теперь У Меня Остались Так Подожди Че В Меню Верхний А То есть Я с ним Уже Поговорил Теперь Могу Быстро С ним Разговаривать Дислокация Центр Деревни Поговорить А Нельзя Да Ладно Посетить То есть По идее Должен появиться Прям Сразу У староста Да Вы завершили Свои Приготовления Я работаю Над этим В смысле Я Че Не То Сделал А Купить Товары Давай Побольше Купим Зерна Так То Денег Нихера Себе Мы завершили Отправился На какие-то Поиски Но подробности Раскрывать Не стал Он отправился За несколько Часов До того Как здесь Проехали Налетчики Он немного Не от мира Сего Так что Вполне Мог попасть В ловушку И оказаться В плену Мы беспокоимся О нем Если вы Позаботитесь О такте Мы будем Очень вам Благодарны Возможно Если он Жив и здоров То расскажет Вам больше О своем Задании Так Вот это Интересно Сейчас Будет Обучение Прям Реальному Боя А А как понять Кто из Налетчиков То есть Да Тут еще Нападать Можно На кого Угодно Тут Можно Захватывать Все Что Угодно То есть В итоге Весь Этот Мир Можно Превратить В свою Империю В первой Часть Это было Сделать Достаточно Сложно Ну За исключением Тех Случаев Кто Наверное Играл На Супер Легком Уровне Сложность Я Играл По-моему На Среднем Вот Так Ну Давай Наверное Любых Налетчиков Выберу На Сегодня Это Будет Все Так Уехать Наверное Да Вначале Да Теперь Сюда Отправить Своих То есть Я смогу Отправить Потом Своих Воинов Чтобы Они Сами Автоматически Их Атаковали Но У нас Обучение А Кстати Оружие То есть Алло Я же По-моему Себе Ничего Не Покупал Что у меня Там Булава Да У меня Булава Отлично Так Так Боевые Команды Вы можете Приказать Своим Людям Пойти В Атаку Открыв Команды Передвижения С помощью F1 И выбрать Приказ Идти В Атаку С помощью F3 Твою Ж Мать Так F3 У меня А у меня На F3 Что-то Есть Какая-то Кнопка Давай Давай просто Пока Переместиться У меня По-моему Запись Видео Остановится На F3 О бля Ха-ха-ха Вот он Моунтенблейд Начался Так Сейчас Ребята Да сука Куда они Поехали Все Почему я так Долго Разворачиваюсь Опа Всадил Ёптать Ничего Не вижу Куда я Ускакал Опа Тихо 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 Пошли Нахер А чего Вы все Уехали Ну я Не могу F3 Нажать Ну ты Понял Почему Я потом Там Исправлю Все По кнопкам Все Сделаю Да сука Не ту Руку Выбрал Давай 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 Ну ты Ладно Ты уже Пробежал Да че Я не попал Что ли Надо в кого Нить попасть Обязательно Нифига себе Как так Запинали Че Это все Да Все Вы победили В битве Так Насколько Я знаю Я могу Слезть Да Я мог Так Вообще Вот В рукопашную С ними Сражаться Теперь Наверное Можно Все Что Ни Залутать Да Тупой Ребристый Железный Палаш Отлично Топор Так Мы сейчас Все Пособираем Я люблю Все Собирать Хорошо Жить Не запретишь Как говорится А мне Нужны Деньги Так Кто нибудь Еще Есть Есть Отлично А еще Еще Топор У тебя Ух ты А Все Да Что Теперь И это Самое главное Это все Происходит Не на какой-то Там Непонятной Левой Локации Специальной Для Боев Это все Происходит Вот в Деревне Я по-моему Даже могу Сюда Пойти Сейчас Что-нибудь Тут Сделать Вроде Как А может Кстати И нет Ладно Что там Надо Нажать Тап Нажал Так Что Атакующие Осталось 8 Отряд Мировик Это я Мировик Ага Готово Отлично Так Распустить Отряд Это Короче Мы Короче Это Я Это Ногант Мой Брат Это У меня Что Шесть Чуваков Воин Старосты Что забираю себе Налетчики Рогоста Переместить Что это даст Пленники Возьмем пленников Почему бы и нет Так Это Че Это мое Ага Переместить Все Всю Добычу Вот Отлично Так Ну Я думаю На сегодня Все Потому что Я очень Много Времени Потратил На обучение В целом Я думаю Если ты Не играл В игру Хоть Какое То Понимание У тебя Уже О ней Появилось То есть Дальше То есть Есть Основное Задание Но помимо Основного Задания Я могу Заниматься Чем угодно Я могу Захватить Вот эту ТВ Я могу Уничтожить Этих Налетчиков Этот Отряд Могут Уничтожить Меня Здесь Есть Сохранение Загружаться И сохраняться Придется Много Че Еще Тут Какой-то Виноград Какая-то Пшеница Лошади Металл Какой-то Как перемещаться Вот так А как Я сейчас Это Угол Изменил Во Во Как-то Так Капец Городов Пипец Ну да Возможно Они все Будут Более-менее Похожи Друг на Друга Но Но Мир От этого Становится Богаче Блин Классно Хочется Играть Играть Буду Спасибо Тебе За просмотр Ставь лайк Оставляй Комментарий Подписывайся На канал Это был Канал Saybigpro В описании К видео Есть ссылочка На бесплатное Скачивание Данной Версии Игры А поверь Я попробовал Несколько Версий Все Они были Нерабочими Именно Это Зашла Естественно Отключая Антивирусник Который Ругаются На крякнутые Игры То есть Так сказать Прошитые Отключаешь Антивирусник Устанавливаешь Спокойно Играешь Это Та Версия Вот Которую Я Выложу В Описании К этому Видео Выходит На Ютубе На Рутубе На Яндекс Цене В 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